Привет уважаемые подписчики, сегодня я открываю новый проект по печати и сборке танка Тигр 2 мировой войны, который был спроектирован по оригинальным чертежам еще 3 года назад в программе Autodesk Inventor 17 года. На тот момент я понятия не имел что такое кат программы, так как в свое время мы чертили все от руки, и будучи студентом на этом даже зарабатывал небольшие деньги. Ведь компьютеризация застала наш авиационный техникум как раз после моего выпуска. Танк Тигр самый первый мой проект в программе Autodesk Inventor. Многие скажут, что это слишком сложный проект для новичка, но я не соглашусь, так как благодаря упорству и мотивации я смог завершить сборку через 8 месяцев ежедневного кропотливого труда до полуночи. Танк был собран из более 1000 деталей, из которых около 400 уникальных. Два года назад у меня появился 3D принтер Ender 3, и первым делом я напечатал несколько вариантов танков в разных масштабах, но, к сожалению, качество печати оказалось не самым лучшим, так как область печати у принтера очень маленькая, и детали танка получились слишком тонкие и крохотные. И тогда я просчитал самый оптимальный минимальный размер для печати без потери качества. Это 1 к 26, при котором длина корпуса составляет 245 мм. После окончания сборки самосбора с областью печати 300 на 300, я решил в качестве теста напечатать свой танк, свою давнюю мечту. Перед вами комплект деталей танка Тигр в масштабе 1.26. Это первая версия прототипа, в которой мы будем по мере сборки вносить изменения и улучшения. Корпус был напечатан соплом 0.4 высотой слоя 0.2 мм, пластиком PLA от PlexiWire. Скорость поставил 80, ускорение 3000 и Jerky 20. Но в итоге понял, что лучшее решение это снизить ускорение до 2000, Jerky до 18. При этом высоту слоя поставить 0.12, что я и сделал на верхней платформе. И в итоге получил монолитную плиту без косяков. Остальные детали печатал с разными толщинами. Но пришел к выводу, что для получения наилучшего результата необходимо использовать сопло 0.3 и высоту слоя от 8 до 12 соток. Чтобы даже мелкие детали смогли хорошо пропечататься. И в этом мне помогла очень хорошо функция адаптивных слоев, которую я применил для печати траков, торсионов и катков. Этот проект полностью радиоуправляемый и для этого купил специальные редукторы в Китае, которые идеально подходят для нашего масштаба. Теперь нам остается только собрать все детали и внести нужные изменения и крепления. А также где нужно усиление конструкции. Ведь мы должны учитывать, что это пластик, а не металл. Его прочность и жесткость и надежность значительно ниже. Но уже сейчас могу сказать, что самым оптимальным пластиком для печати считаю PG, так как он имеет большую вязкость и стойкость к деформации при повышении температуры. И при этом не особо уступает в прочности ПЛА. Первым делом проверяем все отверстия на корпусе и где нужно рассверливаем 4 мм сверлом. Отверстия под ленивец и ведущее колесо рассверливаем 5 мм сверлом. Но это только в этом прототипе. А уже в новой версии мы будем использовать под ведущее колесо подшипники 9х5х3 мм с обоих сторон. Для обеспечения легкости движения и отсутствия заеданий. В самом же ведущем колесе сделано отверстие со срезом, чтобы прессовать болт М5, у которого также нужно сделать срез напильником. Во избежание трения пластика пластик, между ведущим колесом и корпусом ставим тонкую шайбу, а также с другой стороны. И одеваем шкив на 16 зубьев, который почти идеально встал на свое место. За небольшим исключением, буквально не хватило полмиллиметра для установки, поэтому пришлось вырезать часть корпуса. Но уже в новой версии танка ничего резать не нужно будет, так как внутренние вырезы под шкивы в корпусе сделаю в размер. А пока закрою крышкой из подручных средств. Переходим к торсионам из пластика PLA, которые на мое удивление оказались очень прочными и гибкими. Даже не пришлось вносить изменения в конструкцию. Но все равно лучше конечно использовать PG пластик, чтобы на солнце детали не поплыли в случае перегрева. Для фиксации катков я выбрал простое, но в то же время надежное решение, использовать колпаки в качестве стопорных колец. В итоге мы получили красоту и надежный. Теперь нам остается только установить букет из торсионов на свои рабочие места. Для этих целей выбрал суперклей, хотя он не самое лучшее решение, так как есть большая вероятность прокручивания. Но в новой версии танка я эту проблему устраню и сделаю прямоугольные пазы. А для обеспечения правильной установки торсиона лучше использовать шаблон с углом в 25 градусов относительно корпуса. Как я и говорил, суперклей себя не оправдал, поэтому я решил использовать обычный паяльник. Немного прихватил материалы от корпуса и им же зафиксировал снаружи и внутри торсион. И в итоге получилось очень надежно. Для обеспечения симметричности установки сделал из картона шаблон. Это позволит избавиться от перекоса корпуса. Также проверил в работе подвеску. Торсионы отрабатывает отлично. А это значит мы движемся в правильном направлении. Сборка этой гусеницы заняла у меня 3 дня, так как состоит из 96 траков. И каждый из них пришлось подгонять тщательно напильником и обойным ножом. Но следующие гусеницы уже распечатаны отредактированные траки. Фиксировать их будем офисными булавками 28 мм длиной и в диаметре 0,8 мм. Они идеально подходят как по длине, так и по толщине. Благодаря правильным подобранным зазорам для печати, на подгонку и сборку всей гусеницы ушло меньше 3 часов. В отличие от предыдущего варианта, эта гусеница работает более мягче и без закусываний и заеданий. К тому же и выглядит она намного симпатичнее, без следов от напильника и обойного ножа. Учитывая размеры траков очень маленькие, я считаю, что качество печати самосбора действительно очень достойное. Ну и к тому же сопло использовал диаметром 0,3 мм. А высоту слоя от 0,04 до 0,16 с использованием адаптивных слоев и поддержек. Натяжение ремней осуществляется с помощью ленивца, который расположен на искривленном Z-образном валу. Сам же ленивец я решил зафиксировать паяльником. Но это самый простой и логичный способ, на мой взгляд. А чтобы скрыть место пайки, заклеим специально распечатанной крышкой. Край нашего вала имеет шестигранную геометрию, в которую вставляем специально распечатанный натяжитель с регулировочным винтом. Но такой вид натяжения мне не особо понравился, поэтому я в новой версии его буду полностью менять. Проверяем еще раз работу подвески и переходим к установке гусениц. Тут я столкнулся еще с одним косяком. Крылья, которые сделал монолитными для большей прочности, оказались немного цепляют за гусеницу. Я конечно подправил немного вручную, но также исправлю и в 3D модели. И в новой версии таких проблем уже не будет. И вот друзья первый этап сборки механики уже закончен. 3D печатью на самом сборе я остался более чем доволен. Для себя сделал множество выводов и открытий. Но впереди еще много работы, ведь нужно установить 2 редуктора, на которые предварительно я уже поставил 2 20 зубовых шкива. Которые будут приводить движение на штанг с помощью двух замкнутых ремней GT2. Их я также сделал на скорую руку. Но лучше конечно заказать в Китае уже готовое решение, так как они будут максимально симметричны и не будет никаких перекосов. У редукторов есть 3 боковых отверстия по 3 мм, благодаря которым мы и будем крепить их на корпус танка. Но предварительно спроектирую крепежную пластину с возможностью натяжения. Саму же электронику я решил взять от старой машинки на радиоуправлении. Кстати управление самим танком будет осуществляться с помощью двух рычагов. Ну что-то подобное как у Т-34. Один отвечает за левую, а второй за правую гуслю. Я решил протестировать работу редукторов и танка в целом. Поэтому на скорую руку сделал из стяжек своеобразный натяжитель. Но это только для теста, так что не судите строго. Пульт на радиоуправлении оказался вообще каким-то слабым. Поэтому пришлось напрямую его даже прикрутить к антенне. Таким образом сигнал улучшился намного. Скорее всего придется покупать что-нибудь в Китае. Более толковое, более надежное. Работа ходовой мне понравилась. А также мощность редукторов, которые на мой взгляд должно хватить для прогулки по пересеченной местности. Но как я уже и говорил, сперва нужно устранить закусывание гусениц, заедание и другие дефекты. А также заменить электронику на более качественную, но при этом недорогую. Также нужно придумать как реализовать и установить башню. Возможно использовать подшипник большого диаметра. Какой-нибудь мини редуктор для поворота. Ну и конечно же подъема и опускания ствола. Так как механика от того же Хэнлонга, у которого масштаб 1 к 16, сюда просто не встанет. Она слишком большая. Как видите работы предстоит много. Но мне не помешают ваши светлые идеи, которые с удовольствием прочитаю в комментариях. А также ваше мнение о целесообразности продолжения этого проекта. Насколько он вам интересен и стоит ли на него тратить время. Если это видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Под видео много полезных ссылок в описании. А с вами был Макс. До новых встреч. Пока.